Матчи Самары и темп Сумзу ГМК уже давно стали классикой российской суперлиги. Команды провели 19 ярких встреч, а потому у болельщиков не было сомнений, что и 20-е станет не менее зрелищной. Оно так и получилось, но обо всем по порядку. Самарцы хорошо начали, но затем 6 минут не могли набрать ни одного очка, много промахивались и часто теряли мяч. За это время гости обеспечили себе комфортное преимущество 11-21 после первой четверти. Показали плохой процент в первой половине попадания. Соперник хорошо защищался, наверное, поэтому не получалось попадать с хорошим процентом. За счет этого, наверное, у соперника получилось оторваться в шоке. В нападении у игроков Самары не получалось и дальше. Только каждый четвертый бросок достигал своей цели. В итоге в третьем игровом отрезке заводчане смогли оторваться от Самары на 23 очка. Команда Самары очень опытные игроки. И понятно, что они уже, если на протяжении трех четвертей мазали, то они не могли все и четыре четверти мазать. Это было бы, ну, по крайней мере, как-то непонятно было бы для нас. Четвертая четверть началась с рывка Самары 7-0. Затем несколько дальних попаданий и подгоняемые громкой поддержкой трибун волжане из практически безнадежного положения оказались на расстоянии одного броска от соперников. 56-59. Казалось, Самара переломила ход поединка, потому что гости перестали забивать. Когда уже результат был предрешен в головах игроков, тогда они чуть расслабились, завели и сыграли свою игру. И четвертая четверть показательная, то, что мы умеем, по крайней мере, играть. Но у команды из Ревды нашелся свой джокер. Федор Ключников забил трехочковый с фолом, вернув комфортную разницу в 7 очков. На еще один рывок у Самары сил не хватило. Итоговый счет 62-70. Поражение от темпа стало первым для волжан в этом розыгрыше Суперлиги. Команда опустилась на пятое место в таблице, которую возглавляет как раз темп Сумзу ГМК, продолжающий серию без поражений. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События.